Я зацепился на этой стройке, как-то честно. Потом уже придется. Детский саник есть где-то? В общем, они два, наверное. У них нет детей, поэтому не знаю. Детский саник. Новая стройка. Очень крутой проект. Детально сейчас вам расскажет Ника. Ника, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый мой вопрос. Ника, давайте. В чем преимущество нашего проекта перед другими подобными стройками? В Батуми. Начнем с того, что это у нас жилой комплекс. Жилой комплекс премиум класса. Есть очень много фишек, которые будут очень интересны. Я подробнее расскажу обязательно. Еще одно у нас преимущество – месторасположение. У нас очень хорошее. Оно находится у нас в 400 метрах от моря, на территории Нового Бульвара. И там очень экологически чистый район. Следующее преимущество у нас будет управляющая компания. То есть вы можете оставаться в квартире без всяких проблем. И насчет этого вам даже не придется подписывать такие договоры, которые обычно делают в апарт-отелях. То есть все будет очень легко сделать и все будет очень прозрачно. То есть это создает очень хороший комфорт для проживателей. Могут люди проживать здесь, либо вставать. Сейчас я секунду. Такой договор имеется в виду тот, который подписывают в апарт-отелях на год, на пять, на десять. Будет договор не ограничен по времени. То есть его можно будет подписать на год, на два, на сколько хочет арендодатель. То есть не обязательно на пять или на десять подписывать. Это конструктивная принципиальная разница. Потому что обычно крупные бренды подписывают договора на пять, на десять лет. Если человек здесь может подписывать на год, то для него это в принципе оставляет пространство для маневра. Если ему не нравится, как сдает управляющая компания, он может в любое время его заранее расторгнуть, да? Да. И может оставаться даже самостоятельно. Правильно. Потому что причина в том, что дом жилой. И если бы это был гостиничный комплекс, то ему бы обязательно пришлось бы подписывать договор на аренду. На передачу в аренду. Так как дом жилой, то передача в аренду не является обязательным условием. Правильно? Да. Все, правильно. Поехали дальше у нас. От моря у нас сколько? 400 метров. Отлично. То есть пешком можно за пять минут дойти. Так, следующий вопрос у нас. Так, что будет у нас еще преимущество? Там, насколько я понимаю, очень крутая инфраструктура. Вроде бы дом как жилой, правильно? Но по факту, по инфраструктуре, как мне рассказывали, это будет как четырехзвездочный отель. Давайте в деталях про инфраструктуру. Да, у нас будет на веранде расположен открытый бассейн, летний кинотеатр, кафе-бар. Остальная инфраструктура будет расположена на первый этаж. Там будет фитнес-центр, спа-центр, сауна. Также будет расположен большой ресепшн, который будет 24 часа в сутки работать. Там будет видеонаблюдение, охрана. И здесь есть подземный паркинг, тоже очень интересный фактор. На 45 автомобиле и надземный паркинг тоже будет. На территории будет сад с лимонами. Сад с лимонами? Да. Сад с лимонами какой площади будет? Ну, на территории зданий будет. Во дворе? Да. Типа свой, смене, мини-сад. Ну, можно детей выгуливать в классе. Да, это ваша фишка, я понял. А, еще есть фишек, дом жилой, соответственно, он будет газифицирован. Правильно? Да, конечно. Это тоже очень огромное преимущество, потому что в Батуми обычно бывает прохладно зимой. И кондиционер с этим не помогает. Сушит воздух, обходит от зод, дорого очень. И раз уж наш комплекс будет газифицирован, это очень огромное преимущество. Да, это такое. Да, те, кто жил в конкретных домах, которые стоят в первой линии с известным очень названием, те могут оценить, не дай бог, конечно, кто попал зимой, плеваться с кондиционером. Это очень дорогие щита и очень воздух, ну, для жизни очень тяжелый, конечно. Поэтому газифицированный дом – это супер просто. Давайте детально про апартаменты, какой площади и апартаменты, и в каком состоянии сдаются они, да? Да, квартиры у нас доступны с 29 квадратных метров. Можно выбрать черный или белый каркас, а также под ключ. В случае под ключ уже там входит мебель, техника, зайдете и все готово уже. Можно сразу заходить и жить или сдавать сразу в аренду, правильно? Да. Все хорошо. Как по стоимости отличаются белый каркас и под ключ? Какая разница за один квадрат? 150 долларов получается уже за белый каркас. От черного к белому 150? Да. И от черного до под ключ 650 долларов. От черного к под ключ 650 долларов до плата. Ну, средняя цена на рынке не дороже и не дешевле. Можно сделать дешевле, но качество будет такое, что можно потом лучше не надо. Я вам так скажу. Да, насчет качества тоже скажу, что мы только используем топ-бренды. Это все будет реально высококачественно. И вот можете посмотреть уже дома, которые мы уже построили там и сделали варианты уже под ключ. И там можете... Сколько комплексов ваша компания уже сдала на сегодняшний день? Да, это уже восьмой проект у нас. Ну, насчет станных проектов у нас пять таких. Мы сейчас пойдем посмотрим ремонт, да? Да, можно посмотреть, которые уже стали, проекты, которые уже стали. И там есть уже готовый вариант. Шоу-рум можем посмотреть вместе. Отлично. То есть мы пойдем сейчас посмотрим шоу-рум. А сейчас Нико нам скажет, какие будут комфортные условия для тех, кто проживает. То есть расскажите нам про эти... Насчет инфраструктуры мы уже сказали, что будет входить в нашем комплексе. И скажу тоже важный фактор, что цена будет гораздо меньше, чем в других апартам, отелях и так далее. Ну, будет отличнее, потому что для проживателей этого комплекса нашего будет примерно в два раза дешевле. Пользование инфраструктурой. Да. То есть мы говорим про фитнес. Да. Фитнес будет дешевле для жителей. Бассейн, да. Бассейн, там будет закрытый у нас, правильно? Открытый бассейн будет на веранде. Открытый бассейн будет на веранде тоже будет... Он будет бесплатный или будет заползаный? Блатный, но... Заползаный. Да, примерно будет так. То есть владелец возьмет абонемент и его проживающие смогут пользоваться... Ну, это как будет у них, типа как все включено, в том числе бассейн. Отлично. И расскажите нам, у нас там еще ресторан должен быть, да? Да, ресторан тоже будет и кафе-бар тоже будет. То есть человек, если он уже приехал, отдыхающий отдыхать, для него как бы будет комфортно, что ему не нужно ходить искать рестораны, но если он просто квартиру снял. А если он сюда приехал, то тут по факту инфраструктура, будем говорить честно, как в 4-х звездочном отеле. То есть есть ресторан, есть бар, есть бассейн, есть фитнес. Ну, 4 звезды закрываются полностью. Поэтому в этом смысле очень интересно. Так, за обслуживание какая плата будет? За обслуживание у нас будет 50 центов. Там будет освещение территории, чистота общей территории, обслуживание лифтов. Ну, я вам скажу для сравнения, средняя стоимость, точнее не так, минимальная стоимость за обслуживание в Батуми, ну, в домах типа апартаменты, это минимум доллар. Минимум доллар за квадратный метр. Тут полдоллара, то есть в половину дешевле. Это ваше преимущество конкурентное. Так, какие виды у нас будут из окон? Доступны, вот, видно море, видно горы и видно город. То есть есть вот, насчет этого есть такая пышка, вот в одну сторону находится у нас аэропорт, и в ту сторону нельзя строить высокие дома. То есть из той вот стороны у нас получается очень открытое пространство, и вид получается очень реально очень красивый, потому что там будет примерно 50% видно горы, получается, и на море. И этот вид не прикроется никогда, потому что там запрещено строить максимум 5 этажей, можно, но мы всегда говорим, что вот, например... Это мы сейчас поедем, поедем сейчас и посмотрим вид, все посмотрим сейчас, окей. Вопрос остались у нас по оплате, по рассрочке. Да, первый взнос у нас начинается с 30% и остальное можно разделить на 2 года, внутренняя беспроцентная рассрочка. Да, и урон можно поставить до 1500 долларов. То есть у нас 1500 долларов, и уже квартира не продается, пока ты там будешь думать заплатить, не заплатить. Окей. Так, это по рассрочке, понятно. И граждане, допустим, иностранцы, какие документы нужны? Да, ну документы, вот, нужно паспорт, номер телефона, адрес электронной почты, это вообще не проблема, но и там все какое-то. У нас цены растут каждое первое число, каждый месяц. Да. Окончание строительства, по нашему плану, будет примерно в два раза больше стоить. У нас уже в квартире. Так, у нас сейчас сколько этажей? 21. Построено. А, построено три. Построено три этажа. То есть, смотрите, мы сейчас имеем ситуацию, как бы это не фундамент, да, но это начальная стадия строительства. И если, ну, как бы Нико говорит, что застройщик повышает каждый месяц стоимость квадратного метра, соответственно, что мы имеем, через, там, условно, два года у нас сдача, и он говорит, что примерно в декабре 24, да, примерно сейчас октябрь 22, через два года сдача. Соответственно, из практики знаем, что примерно так и будет, что примерно в два раза подорожает квадратный метр. С учетом того, как застраивается новый бульвар, это вполне вероятно, что в два раза он подорожает. Ну, потому что мы знаем другие объекты, которые уже подорожали, рядом стоящие, они уже подорожали в два раза за период своего строительства, и это реально. Проект интересен тем, что вот сейчас начальная стадия, можно сейчас вносить, да, свои какие-то минимальные суммы для первого взноса и по факту зарабатывать свои 100% маржи за два года. Ну, выгодный проект или нет, я считаю, как бы тут ответ очевиден, проект выгодный для, в том, чтобы зарабатывать на инвестирование именно на росте цены. Не именно, ну, потом можно на аренде, но сейчас на росте цены можно очень хорошо зарабатывать. Какие гарантии, да, наш любимый вопрос по новостройкам, какие гарантии дает достройщик, что они достроят? Ну, первая гарантия, я отвечу до Нике, что 8 с данных объектов, да, это уже, ну, серьезный колоссальный опыт. Еще какие гарантии у нас в договоре что-то написано? Ну, мы уже работаем 15 лет в сфере строительства. Это уже наш 8-й проект. У нас примерно в данный момент уже продано, от 70% примерно уже продано. Даже если ни одной квартиры не продается с этого момента, в этом случае тоже никаких проблем не будет, и мы сможем его, этот проект завершить, да. Насчет инвестирования тоже очень хороший фактор. У нас мы получили приз, как лучший инвестиционный проект 2022 года. Это на какой-то выставке, или? Да, на выставке. Выставка была в Казахстане, там принимали участие даже турецкие фирмы, и мы уделили этот приз. Ну, соотношение наполненности инфраструктуры у вас, да, и расположение, реально, как бы, турки не взлетают с их ценами, да, у вас такие цены. Так, в принципе, вопросы все у нас. Поедем на стройку, посмотрим. Так, датника, мы на стройке. Наша задача сейчас показать немного визуально. Да, у нас мало этажей, всего лишь построено три, мы на втором, на четвергике у нас есть фиды. В нашем комплексе. На море, на море, на свете на горы, на свете на горы, на свете на горы, на свете на горы, на свете на горы. Важно в том, что там частный сектор, и, скорее всего, скорее всего, в ближайшие десятилетия они будут застроены. Что у нас там по ограничению строительства? Да, в ту сторону у нас находится аэропорт, и поэтому в ту сторону запрещено строить высокие дома. То есть, дают разрешение максимум построить с 5 этажей. Если там кто-то что-то сделает, то это, ну, на всякий случай, мы говорим, что могут 8 этажей построиться. Это максимальный этаж. То есть, застройка, которая нам может перекрыть там где-то в обозримом, вноситили, и это 5 этажей у меня. Так, что у нас есть вид на море? На море. Так, ну, тут пока за деревья не видно, но вид там есть, мы сейчас позади, мы уже все время. Так, и очень важное, так как мы живем в Батумии, климат здесь довольно влажный, это субтропики, но у нас имеет очень важное значение в пристройке дома. В нашем комплексе мы используем алюминиевый вентилируемый фасад, рукобон. Да, с гарантией 50 лет, ну, конечно, тут служит и намного дольше. Там не протекает вода, не теряется цвет, не проходишь, можно отмыть. Вот сразу за нашей спиной здесь рядом находится школа. То есть, если рассматривать этот комплекс не для аренды, а для жизни, то, как бы, это очень удобно, что дети не будут переходить через дорогу, через какое-то шоссе, а школа сразу за домом. Да, на счет лифтов тоже расскажем. Да, ну, у нас здесь будет всего 21 этажей, 22 этажей на каждой этажей. И делаем 4 лифта. Здесь 2 грузовые, 2 пассажирные были, и они будут первыми, субышные или коня будут использоваться, это топ-бэнди, немецкое производство. И так, по нашему объекту, давайте резюмируем еще раз, у нас будет вид на горы, вот такой вид на горы будет. Кроме того, у нас будет лимонный сад на территории, кроме того, что очень важно, у нас будет бассейн открытый, у нас будет фитнес, еще раз будет ресторан и бар. То есть все критерии, которые для 4-х звездочного отеля используются вот здесь, все эти инфраструктурные объекты будут присутствовать. То есть это будет дом, жилой, газифицирован, но качеством и уровнем, как с ремианом, хотя и 4 звездочного. При такой цене, я вам хочу сказать, это очень интересный вариант, рекомендую рассмотреть подлинность.